Привет! Вернулся наш ребенок, которого дома не было 4 дня. У бабули была. Да. Еще? Еще я была. У тети. У тети. Да? У тети была. С двоюродными сестричками играла. Мы звонили каждый день, звали ее домой. А она нет, говорит, не хочу. Когда приедешь? Не знаю. Домой вообще не хотелось, да? Не соскучилась, что ли? Да. Скоро в школу, Каролина. Ты готова в школу? Нет. 9 августа в школу. Какое сегодня число? Сегодня 26-е. 26-е число, 26-е июля. А я не хочу идти. Маргарита уже, видите, покрыла прозрачным лаком для ногтей. Но все равно она почему-то мягкая. Почему она подсохнет вообще? Почему-то мягкая. Такие вот Маргарита колечки себе делала из бисера и проволоки. Сюда можно украшения складывать. Ну что, мы уже отделили волосы. Сижу, как вот. Очень ли тут неровно отделилась. Да, вот тут чуть неровная линия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, здесь мы уже закончили. И сейчас будем свечевать челочку. Прятки немножко. В прошлом году посылали. Да. Смотрели в дочке. Угу. Все, покрасим сейчас прятки. И все. Так, я сделаю сейчас хвостик. Так, я ее хочу где-то вот так вот обрезать наверно, да, потом? Угу. Ну, так вот я ее покрашу, потому что это ее... Нет, потом, когда краска смоется, я тебе чуть-чуть кончики подрежу. Ну, чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Не сейчас, потом, когда краска смоется. А сейчас мы... Сейчас мы пока походим с крашенными волосами. Я не хочу тебя покрашу. Хвостик, я тебя покрашу. Угу. Хорошо? Можно надеть, что у нас краской, я кому-то, конечно, когда? Да. Привет, очень приятно. Ну что, все. Вот так вот покрасилось. И теперь мы будем красить розовым. Моем тоже смывать. Я так и ораю. Тоже снимаем. Каролина, покажи свой хвостик. Я думаю, ее вот уже... Половина будет розовая, половина синяя. Хе-хе-хе. Что ты делаешь? Накручиваю. Вот так. Уже открытие, не сужу. Что это за какашка? Синяя окраска где? Синяя окраска. Тут у нас еще осталось с прошлого раза, когда Маргарита окрасилась в синий цвет. Вот, иди-ки-ки-ки-ки-то. Все, спасибо. Спасибо. С покраской закончили. Я не могу никак зарядить батарейки от камеры. Кто-то взял родной провод от зарядки. Я не знаю, родной он или нет. В общем, не заряжаются батарейки. Хотя лампочка горит, но они недостаточно заряжаются. Кому-то нужно было взять мой провод. Теперь нормально, не могу зарядить. В комментариях под влогами спрашивают, почему мы не подарили подарки нашим друзьям, когда приехали в Испанию. На самом деле мы подготовили подарки, мы просто их забыли. Так получилось, что мы собирали вещи. Эти подарки не поместились в рюкзак Маргариты. Ну, я подумала, что я их потом переложу в другое место. В общем, так они и остались. Так они и остались лежать в шкафу Маргариты. Вот эти вот подарочки. И еще мы хотели подарить наш мерч. Показывать я все не буду, иначе будет неинтересно. Если влоги смотрится, отдать ей будет неинтересно. Мы уже потом, когда приехали, начали разбирать чемоданы. И обнаружили, что, оказывается, мы не взяли. Буквально на днях мы уже отправим посылку. По сегодня хотел газон покосить, но дождик пошел. Не получится опять. Зачем тебе это надо? Хочу делать дорогу. Дорогу? Подогреваю картошку и куриные ножки. Тихо. Мама! Все, стой. Мама, мне нужен врач. Это ненормально. Скоро мне будет нужен врач. У меня скоро крыша с вами поедет. Все, стой. Мама, ну ты ей скажи, это на меня-то будет. Все, уйди в комнату. Уйдите в разные комнаты. Уйдите. Что за хрень, Грэм? Она на пухнеет. Маргарита, я тебя знаю. Я тебя знаю. Ты говоришь, что ты ничего не делаешь, но ты действительно доводишь к ним, Маргарита. Ты думаешь, что это ничего, ты нормально себя ведешь, но ты раздражаешь человека. Это моя вина. Это моя вина. Я тебя обесцветила тоже. Я знаю. Это не моя вина. Отстань от человека, пожалуйста. Можешь с ней вообще не разговаривать, не обращать внимания. Это он, который сюда лезет. Вот, встань. Что, челку мы смыли. Вот что у нас получилось. Фиолетовый получился хоть чуть-чуть? Не знаю. Пойдем смывать. Пойдем. Пойдем. И Каролине тоже смывать. Пойдем. Пойдем. Вот такие вот у нее розовенькие кончики будут. Мы уже красили один раз ей. По-моему, помочь была. Буду три назад мы красили. Все, довольна? Розовые кончики. Да. Нормально заснять. У меня батарейка выключается сразу же через пару минут. В общем, все смыли. Смыли мы краску. Теперь сейчас подсушим волосы и посмотрим, что получилось. И я так. Мы высушились. Ну-ка, вот так вот поднимите, а потом потихонечку их отпускай. Вот что у нас получилось. Харли Квинн. Да? Так же ее зовут? У нее же розово-синее. Ходи, пока не смоется. В школе можно же, да? Да. Главное, в школе можно. Тут все-таки получился фиолетовый немножко. Смешался цвет. Розово-синий. Ну все, мы закончили, наконец-то, с покраской. Фирма, давай. А, фирма, ты? Макси. Держись. Остарожно, Маргарита. И таки-то из. Круто? Да. Теперь ты? Да. Я говорю, что за бассейн. Нет, мама, я не могу. Тебе не тяжело? Мама. Мама. Держись. Смешай. Помоги мне, мама. Мама. Давай, давай, я на диван. Маргоша решила сделать чуррус. Испанское блюдо. Наше любимое. Ты правильно все делаешь? По рецепту? Смотри. Какой странный рецепт? Странный. Может быть, я бы лучше нашла на русском языке. Что будем делать? Смотри, если не получится. Что будем делать? Потому что это нужно заваривать. Нужно варить тесто. Да? Там написано? Угу. Ногти не грязи. Я не могу. Ребята, хотите покажу, какого кота хочет наш папа? Его любимая порода. Давай купим. Вот такой. На день рождения. Он называется Майнкун. Или Мэйнкун. Я не знаю, как правильно на русском. Но... Сейчас покажу. Большие кошки они. Вот такие вот. О, вот такую вот кису хочет наш папа. У нас они продаются и стоят где-то 1200, 1500 и до 2000 долларов. Вот. Так что мы нашли одного котика. Он примерно вот такой вот серенький. Вот такой вот примерно серый. Молоденький. Месяца 3-4. Главное, Маргарита нашла рецепт на немецком, но потом она берет и переводит его на русский. Можно было сразу на русском найти, чтобы я тебе помогала? Потому что переводчик не всегда переводит правильно. Все, заварное тесто сделали. И теперь мы вливаем туда яйца и взбиваем миксером. Вот. И миксером взбиваем. И потом будем жарить. Так. Берем теперь такой вот пакетик кондитерский. И накладываем туда тесто. Коротко. Теперь мы... Так мало масла. Да. Это чуррос. Но для чего ты спросишь? Вот так вот. Давай режешь. Мам. Это моя гранда. Это хорошо, да? Это хорошо. И почему? Вот такие вот у нас чурики получаются. Они не похожи совсем на настоящие. Главное, на вкус, чтобы были вкусные. И вот так вот жарим. В масле. Они у нас какие-то такие пышные получаются. Почему они такие у нас пышные получаются? Папа у нас стрижет газон. Пришел с работы и сразу газон подстригать. А то он опять начинает расти. Опять посыпали удобрением. Может быть, поможет. Правда, позеленеет опять. А то там совсем пожелтело. Пакетик, мешочек. И все. Немного получилось. Но мы уже съели половину. С маргаритой. Все, приятного аппетита. Вкусно? Да. С шоколадом. С сахарной пудрой тоже вкусно. Папа сказал, что Маргарита похожа на единорога. С этими волосами. Синий, фиолетовый, розовый. Как единорог. Только нужно делать лучше вот такие вот тоненькие. Потому что толстые очень долго пекутся. И бывает даже не пропекаются очень долго. На креветку похоже, да? На креветку. Угу, точно. Заплела, попробовала косичку. Как она смотрится с крашенными волосами. Ну, что так? Приколдай. Приколдай. Папа показала? Макси. А теперь я. А в школе тебе ругать не будут? Нет. Нет, точно. Я собралась сделать надпись на мою верь. Я напишу мое имя. Вот здесь вот я уже. Вот это Г. Это О. Потом здесь Р. А. И М. Вот здесь вот у меня О. И я нарисовала цветочки. И еще дальше. Вот здесь вот видите, будут цветочки. Вот так вот пока что получается. Сейчас Микарлина еще принесет. Принесет зайки, раскрасим еще. Не знаю каким цветом. Наверное зеленым. Так уже второй. Вторая буква. А. Вот такой вот дизайн. Тут вишенки. Фон будет не знаю каким цветом. Раскрашиваем. Следующая буква это Г. И мы будем делать мишки. Закончили. Что? Я нарисовала здесь виноградики. Что сказать? И сейчас еще будем делать фон. Маргуша себе новые буквы клеит. Марг. И буква О. Уже все сделал? А вот она. Это О? Угу. Еще некоторые детали. Мне кажется, О лучше вон туда. Чтобы она вот так ушла. Сюда. Угу. Да. Все закончила? Ой, Бонечка, а ты что лежишь тут на одеялке, на полу? Тебе тут удобно? Удобно? Каролина цифры учит с папой. Готовимся к школе. Сейчас мы лицо почистим. У нее опять начинает высыпать. Я знаю, что это подростковое, что это нормально. Но все-таки, когда мы почистим этим аппаратом, они подсушиваются и проходят быстрее. Они так болят потом. Угу. Угу. И давай сделаем, может, тебе масочку грязевую сделать. Уже? Только на лбу. Будет стягивать. Она что, будет высыхать, и тебе будет стерливать кожу? Угу. Смывай маску. Тут немножко не досох. I like shaving cream, I love. Да, смывай. Нет. Это пьяно для бритья. Обожаю я пьяно для бритья. Ну, Ксюша папе бриться потом. Это много. Мама очень любит. Что я делала? Поменяла ей программу? Бойн. Бойн. Мама, можем мне открыть козлички? Бойн. Бойн. Ты? Мама. Завтра Маргарита будет снимать перестановку. Да. Будем снимать на влог, Елена Маганин. Не знаю, на твой канал. У нее появилась новая идея, куда она хочет поставить кровать и все, в общем, опять все переставить. Так что все, ребятки, на сегодня мы заканчиваем наш влог. Всем пока. Ба-бай.